В этот день в молодежном центре было жарко. Ровно в 18.00 здесь впервые после года затишья знатоки Случины собрались вместе. В этом месяце возобновился шестой сезон интеллектуальной игры «Что, где, когда» на приз председателя Слудского райисполкома. Иными словами, стартовал третий тур. Очки за два тура игр 2020 года идут командам в зачет. Я думаю, условия игры повторять не нужно, мы все помним. Итак, своя игра. Тема номер один. Она называется «Нелетающие птицы». Вопрос за 10. Уже через месяц после рождения они могут бегать со скоростью до 50 км в час. Очень рады, что игра возобновилась, что сегодня в этом зале собрались все команды знатоков. И надеемся, что в таком же хорошем настроении и главное в добром здравии мы закончим этот сезон и будем дальше продолжать играть. Некоторые из них сменили название. Надеюсь на удачу. Ведь старая русская поговорка гласит, как корабль назовешь, так он и поплывет. Четыре команды, игравшие в предыдущих двух турах, взяли перерыв. По сюжету одной компьютерной игры главный герой собирает сторонников по королевству и ведет их за собой на борьбу с темными силами. В итоге игра осложняется большим количеством последователей. Ее часто называют переосмыслением более известной компьютерной игры. Какой? Время. Я принимаю участие в этой игре в первый раз. Были очень-очень тяжелые вопросы, но мы старались и ответили почти на всех. В этом туре в состязании ворвалась новая команда анализа и дизайн IT. Мне очень понравилось. Вопросы нестандартные. Конечно, некоторые вопросы есть претензии, особенно со слонами. Я даже залез и не верил, что это может быть такое. Но действительно. А так вообще интересно. Я до этого только пару раз участвовал, поэтому мне формат нравится. Особенно, что есть часть со «Что вы никогда?», а есть часть со своей игрой. Наш кадровик, она нашла где-то информацию. И мы экспромтом пришли, собрались и решили поучаствовать. В своей игре наибольшее количество баллов набрала команда «Теория невероятности». В игре «Что, где, когда» команда «Ампер». По результатам двух игр победу одержала команда «Ампер» филиала слудских электрических сетей «Руб Минск Энерго». Сегодня в зале царила замечательная атмосфера. Я знаю и уверена, что здесь собрались на такие, которые ждали интересных вопросов, делали не менее интересные ответы, соревновались своей эрудицией и находчивостью. Я надеюсь, что и дальше игры будут проходить так же весело, задорно. Ну и, конечно, всем командам в будущем удачи и победы. Ну и поздравляю команду «Ампер». Вот наши аплодисменты «Габа» и «Та» на команды приглашаем, вручаем «Саву». Она у нас все еще 2020 года, ну так уж получилось. В этом сезоне, ну все понимают, что мы его доиграем. Ну и что, что в 2021. Долго ждали, опять же, этих эмоций, чтобы насладиться игрой, потому что игра очень нравится. Команда у нас дружная, собранная, то есть вот у нас только один человек поменялся. И мы рады, что мы победили.